Ядерное оружие Является основой огневой мощи всех видов вооруженных сил, армии и военно-морского флота В боевой обстановке могут применяться ядерные взрывы Наземный Воздушный Высотный Надводный Подводный И подземный При взрыве ядерного боеприпаса даже малого калибра Выделяется столько же энергии, сколько при взрыве нескольких тысяч тонн протила При взрыве одного ядерного боеприпаса сверх крупного калибра Выделяется энергия, намного превышающая энергию всех взрывов, произведенных во Второй мировой войне При ядерных реакциях освобождается энергия, используемая в ядерных боеприпасах Сейчас вы видите низкий воздушный взрыв Субтитры создавал DimaTorzok Рассмотрим его развитие Энергия, выделенная при взрыве, разогревает вещество боеприпаса до десятков миллионов градусов Давление в зоне взрыва достигает миллиардов атмосфер Часть энергии уносится из зоны взрыва, проникающей радиацией Ионизация атомов воздуха гамма-излучением приводит к возникновению электромагнитного импульса Большая же часть энергии передается окружающим слоям воздуха Образуется светящаяся область, являющаяся источником светового излучения На поверхность светящейся области выходит фронт ударной волны В дальнейшем фронт ударной волны отрывается от светящейся области Под действием светового излучения в районе взрыва образуется пылевое облако Ударная волна, достигнув поверхности Земли, вызывает сейсмовзрывные волны в грунте Светящаяся область, расширяясь и охлаждаясь, превращается в облако взрыва Облако взрыва также является источником проникающей радиации Сильные восходящие воздушные потоки приводят к образованию пылевого столба Который при низких воздушных взрывах соединяется с облаком В результате выпадения из облака радиоактивной пыли происходит заражение атмосферы и местности Таким образом, поражающими факторами ядерного взрыва в воздухе являются Ударная волна Световое излучение Проникающая радиация Электромагнитный импульс Радиоактивные заражения Ударная волна в большинстве случаев является основным поражающим фактором ядерного взрыва При воздушном взрыве передняя граница ударной волны, называемая ее фронтом, вначале имеет сферическую форму Встречаясь с поверхностью земли, волна отражается от нее На расстоянии от эпицентра, равном примерно высоте взрыва, фронты падающей и отраженной волн сливаются И образуют вертикальный фронт головной ударной волны Проследим за движением волны в воздухе Для этого разделим его условно на отдельные слои Остановим движение волны Мы видим, что перед фронтом волны слои воздуха не изменились А за ее фронтом все слои сместились По сравнению с нормальной атмосферой, слои воздуха непосредственно за фронтом волны сильно сжаты Это значит, что и давление в них резко возросло Сжатие слоев, а следовательно и избыточное давление в них постепенно уменьшается и становится равным атмосферному Область ударной волны, в которой давление воздуха больше атмосферного, называется зоной сжатия За зоной сжатия слои растянуты Давление воздуха ниже атмосферного Область волны с давлением ниже атмосферного называется зоной разрежения В конце ее давление вновь повышается до атмосферного Воздух в самой ударной волне также находится в движении Отметим один из слоев и посмотрим, как он перемещается В зоне сжатия отмеченный слой движется за фронтом волны А за время прохождения зоны разрежения возвращается в исходное положение Воздух в ударной волне движется с большой скоростью Так в волне с давлением во фронте в один килограмм на квадратный сантиметр Скорость воздуха около 200 метров в секунду Весьма велика и скорость обратного движения воздуха в зоне разрежения Движение воздуха в ударной волне намного превышает скорость ветра при сильнейшем урагане И воспринимается как сильное ветровое давление, называемое скоростным напором Давление волны в реальных условиях зависит также от рельефа местности На скатах высот, обращенных к взрыву, давление больше, чем на равнине На обратных скатах высот меньше В лесу давление изменяется мало, а скоростной напор значительно уменьшается В оврагах наблюдается понижение давления На объекты, расположенные в оврагах, в лесу, а также на обратных скатах высот, волна действует слабее Действие ударной волны на объекты определяется избыточным давлением в волне и величиной скоростного напора При прохождении волны над убежищем на его покрытие действует нагрузка, равная избыточному давлению в ударной волне На стену сооружения, обращенную к взрыву, нагрузка создается не только избыточным давлением, но и скоростным напором в результате резкой остановки масс воздуха Каковы же результаты поражающего действия ударной волны при ядерном взрыве? Вот как выглядела местность до взрыва Так выглядит местность после взрыва вблизи эпицентра Движущиеся с большой скоростью массы воздуха в ударной волне способны отбрасывать объекты на значительное расстояние Животные отбрасываются скоростным напором Характер и тяжесть поражений ударной волной людей, открыто расположенных на местности, в большой степени зависит от положения человека Лежащий человек пострадает значительно меньше, так как уменьшается площадь воздействия волны Во всех случаях воздействие ударной волны снижается в танке, в убежище, на дне окопа Итак, ударная волна является мощным поражающим фактором, который и определяет в основном размеры зоны поражения Возвращение в тяжесть 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 При ядерном взрыве В грунте возникают сейсмовзрывные волны Они наиболее интенсивны при наземном и подземном взрывах Сейсмовзрывные волны способны разрушить прочные инженерные сооружения А вблизи центра взрыва приводят к растрескиванию грунта Источником светового излучения является Светящаяся область В зависимости от мощности взрыва Ее максимальный радиус составляет от нескольких сотен метров до нескольких километров На объект вместе с прямым световым излучением Попадает часть излучения рассеянного и отраженного с других направлений Основным параметром, характеризующим световое излучение, является световой импульс Его величина зависит от мощности взрыва, расстояния и метеорологических условий Продолжительность действия светового излучения зависит от мощности взрыва При взрыве мощностью в одну тысячу тонн световое излучение длится около одной секунды При взрыве мощностью в один миллион тонн десять секунд На моделирующей установке воспроизводится действие светового излучения на различные объекты Световое излучение нагревает облучаемые объекты Нагрев может быть настолько сильным, что горючие материалы воспламеняются Негорючие материалы плавятся и растрескиваются Степень нагрева материалов, а следовательно и поражающее действие светового излучения Зависит от величины светового импульса и времени, в течение которого он действует А также от свойств и толщины материала Для теплопроводных материалов увеличение толщины существенно снижает нагрев Так, если под действием светового излучения стальной лист толщиной в один миллиметр нагревается до 150 градусов То лист толщиной в три миллиметра до 50 градусов Окраска поверхности в светлые тона или их обмазка повышает устойчивость объектов к световому излучению В результате нагрева живых тканей могут возникнуть ожоги кожи Возможны ожоги сетчатой оболочки глаз В непосредственной близости от центра взрыва, где световой импульс достигает сотен калорий на квадратный сантиметр Наблюдается оплавление грунта Бетонных сооружений И металлических предметов На расстояниях от центра взрыва, где световой импульс составляет от 100 до 30 калорий на квадратный сантиметр Воспламеняются и сгорают растительность, деревянные сооружения и другие объекты В зоне, где величина светового импульса составляет от 30 до 10 калорий на квадратный сантиметр Возникают многочисленные очаги пожаров В лесу или при плотной городской застройке эти очаги пожаров могут слиться в один общий пожар Световое излучение начинает воздействовать на объекты раньше, чем к ним подходит ударная волна Поэтому начавшее загорение часто прекращается в результате сдувания пламени ударной волной На расстояниях, где величина светового импульса не превышает 3 калорий на квадратный сантиметр Световое излучение представляет опасность только для глаз Временное ослепление может длиться от нескольких секунд до нескольких минут Даже на расстояниях, где световой импульс составляет несколько сотых долей калории В связи с тем, что световое излучение распространяется в основном прямолинейно Любое простейшее укрытие может служить от его воздействия При тумане, дожде и снегопаде действие светового излучения значительно ослабляется Проникающая радиация Это невидимое ионизирующее излучение, состоящее из потока гамма-лучей и нейтронов Испускаемых из зоны ядерной реакции практически мгновенно И из облака взрыва в течение времени от нескольких секунд до десятков секунд Нейтроны и гамма-излучения распространяются в воздухе на большие расстояния И проникают через различные преграды Проникающая радиация на своем пути ионизирует атомы Гамма-квант, проходя сквозь электронную оболочку атома Выбивает из нее один из электронов Этот электрон, в свою очередь, производит ионизацию других атомов среды При воздействии на человека и животных гамма-лучей и нейтроны ионизируют атомы и молекулы, входящие в состав клеток Это может привести к поражению, которое проявляется в специфическом заболевании лучевой болезни Ионизация вещества и нарушение его структуры под воздействием проникающей радиации Могут привести к выходу из строя элементов и схем радиоэлектронной техники При распространении в воздухе поток гамма-излучения и нейтронов ослабляется и рассеивается С увеличением расстояния от места взрыва дозы проникающей радиации резко уменьшаются Рассеянная проникающая радиация воздействует и на объекты, находящиеся за преградами, которые защищают от прямого излучения Хотя доза при этом будет значительно меньше Уменьшение дозы наблюдается также и на обратных скатах высот, в оврагах, за стеной и другими преградами Наиболее надежной защитой от проникающей радиации являются закрытые инженерные сооружения Достаточная толща покрытий этих сооружений практически обеспечивает защиту личного состава от поражения на тех расстояниях, где они не разрушаются ударной волной Танки и другие машины ослабляют поражающие действия проникающей радиации Электромагнитный импульс Это кратковременные электрические и магнитные поля, возникающие при ядерных взрывах Наибольшую опасность электромагнитный импульс представляет для аппаратуры связи и управления, размещенной даже в прочных инженерных сооружениях, сохраняющихся на близких расстояниях от взрыва В результате ионизации воздуха проникающей радиации создаются положительные ионы и электроны Электроны с большой скоростью движутся от зоны взрыва Возникает электрическое поле, которое создает в воздухе электрический ток Антенны, провода линий связи и электропередач, подземные кабельные линии являются приемниками электрического тока В них возникает волна электрического тока, которая достигает подключенной аппаратуры и вызывает в ней пробои изоляции Перегорание входных цепей И механическое повреждение отдельных узлов Непосредственного влияния на людей электромагнитные поля ядерного взрыва не оказывают Но люди могут получить поражение волной тока или напряжения, приходящей по линиям к обслуживаемой аппаратуре При наземных и низких воздушных взрывах светящаяся область, содержащая радиоактивные вещества Поднимаясь, увлекает большое количество грунта Основная масса грунта, попавшего в светящуюся область, расплавляется, испаряется и перемешивается с радиоактивными веществами Остывая, светящаяся область превращается в облако взрыва, которое содержит большое количество радиоактивной пыли Радиоактивная пыль, выпадая из облака на землю, заражает атмосферу, местность и различные объекты на большой площади При наземном взрыве значительное количество радиоактивных веществ смешивается с расплавленным грунтом, который остывая образует корку радиоактивного шлака В зоне образования шлака наблюдается наиболее сильное заражение местности Заражение местности характеризуется уровнем радиации, измеряемым в рентгенах в час с помощью дозиметрических приборов Радиоактивные вещества распадаясь, испускают ионизирующие излучения, которые могут вызвать поражение живых организмов, приводящие к лучевой болезни Степень поражения организма определяется уровнем радиации и временем облучения, то есть дозой радиации Внешнее гамма-облучение представляет основную опасность А попадание радиоактивных веществ на кожу и внутрь организма может усилить тяжесть поражения Заражение местности только в районе взрыва, но и на пути движения облака по ветру Зараженную местность по пути движения облака называют радиоактивной Длина следа может достигать сотен километров Для оценки радиоактивной опасности зараженную местность условно разбивают на четыре зоны Зона Г чрезвычайно опасное заражение с дозами до полного распада радиоактивных веществ 4000 рентгенов Зона В опасное заражение с дозами от 4000 до 1200 рентгенов Зона В сильное заражение с дозами от 1200 до 400 рентгенов Зона А умеренное заражение с дозами радиации от 400 до 40 рентгенов Влияние различных факторов на размеры зон и степень радиоактивного заражения Можно наблюдать на моделирующей установке Для наглядности зоны заражения показаны цветными С увеличением мощности взрыва размеры зон заражения при других одинаковых условиях увеличиваются Так при взрыве мощностью 100 тысяч тонн размеры зон заражения примерно в 2-3 раза меньше, чем при взрыве мощностью 1 миллион тонн При нескольких ядерных взрывах радиоактивные следы могут наложиться друг на друга В результате чего уровни радиации и размеры зон заражения увеличатся Размеры зон и степень радиоактивного заражения местности Зависит также от метеорологических условий и характера местности При ядерных взрывах среднего и крупного калибров Наибольшие размеры зон опасного заражения будут при скорости ветра от 50 до 100 км в час Дождь и снегопад могут ускорить выпадение радиоактивных веществ из облака И на ограниченном участке местности создать повышенное заражение В горной и насильно пересеченной местности наветренные скаты высот заражаются сильнее, чем подветренные Дозы радиации в лесу меньше, чем на открытой местности Внутри сооружений, боевых и транспортных машин дозы радиации существенно уменьшаются Так в траншеи они уменьшаются в 20 раз В блиндаже в 500 раз В танке в 10 раз, в боевых машинах в 4 раза, в автомобилях в 2 раза Мы познакомились с поражающими факторами ядерного взрыва В реальных условиях поражения различных объектов чаще всего вызывается воздействием нескольких поражающих факторов То есть носит комбинированный характер Масштабы и характер поражения войск ядерным взрывом Зависит от мощности, вида и условий взрыва А также от условий расположения личного состава и техники на местности При взрывах боеприпасов среднего и крупного калибров Величина зоны поражения определяется действием ударной волны и светового излучения Зона поражающего действия ударной волны показана синим цветом, а светового излучения красным При взрывах боеприпасов малого и сверхмалого калибров Зона поражения личного состава расположенного открыто определяется действием проникающей радиации Эта зона показана желтым цветом Зона поражения ударной волной и световым излучением меньше Сравним зоны поражения взрывов боеприпасов крупного и малого калибров На схеме видно, что зоны поражения тем больше, чем больше мощность взрыва В зоне, близкой к эпицентру взрыва, совместное воздействие ударной волны и светового излучения Вызывает разрушение и воспламенение техники и вооружения Зона поражения Зона поражения И различные инженерные сооружения Также разрушаются и могут воспламеняться Зона поражения Зона поражения Сухая растительность Сухая растительность сгорает Воздействие факторов взрыва на личный состав и животных Приводит к комбинированным поражениям в виде сочетания ранений, контузий, ожогов и лучевой болезни Различные виды техники обладают защитным действием При взрывах боеприпасов среднего и крупного калибров Зона поражения личного состава в танках и бронетранспортерах уменьшается в 2-4 раза В значительной степени поражающее действие снижается инженерными сооружениями При своевременном занятии личным составом инженерных сооружений Радиус и зон поражения уменьшаются В блиндажах и убежищах в 5-7 раз Высотные, подводные и надводные, а также подземные ядерные взрывы имеют свои особенности Высотный взрыв применяется для поражения воздушных и космических целей Основным поражающим фактором взрывов на высотах до 40 километров является ударная волна Субтитры создавал DimaTorzok Взрыв на больших высотах ионизирует верхние слои атмосферы Что приводит к появлению помех в работе радиолокаторов К нарушению дальней радиосвязи Ближняя связь на УКВ работает бесперебойно В боевых действиях на море могут применяться надводные и подводные взрывы Подводный взрыв обеспечивает поражение подводных лодок на больших расстояниях, чем воздушные или надводные взрывы При подводном взрыве образуются подводная ударная волна, сейсмовзрывные волны, воздушная ударная волна и отраженная волна разрежения Над местом взрыва образуется громадный султан, достигающий в диаметре нескольких сот метров и состоящий из водяного столба и облака взрыва Любой корабль, попавший в зону султана, гибнет Падение масс воды из султана, а также предшествующие ему пульсации и прорыв газового пузыря приводят к образованию гравитационных волн Массы воды султана при дальнейшем падении вызывают образование кольцевого вихреобразного облака базисной волны Радиус базисной волны может достигать нескольких километров Вместе с султаном и облаком базисная волна является источником сильного радиоактивного заражения Поражающее действие на надводные корабли и побережье Оказывает в основном воздушная ударная волна В некоторых случаях для разрушения объектов и создания заграждений могут использоваться подземные ядерные взрывы При подземном взрыве возникают мощные сейсмовзрывные волны и создается сильное радиоактивное заражение местности При взрыве в горах создаются труднопроходимые препятствия, оползни, завалы, камнепады В районе взрыва образуется большая воронка Под действием сейсмических волн грунт вспучивается, растрескивается и разрыхляется То, что мы узнали о поражающем действии ядерного взрыва Показывает, что ядерное оружие способно вызывать массовые поражения в короткое время и на больших площадях Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...